У вас есть животное? Тогда вы знаете, что уход за ним, как за вторым ребенком. А если питомцев несколько, и они вовсе не свои? Волонтерам из благотворительного фонда «Право на жизнь» такую картину представить совсем несложно. Почти 10 лет назад Наталья Беспалова начала пристраивать и в прямом смысле спасать животных, которые оказались на улице. Масштабы помощи стали набирать серьезные обороты – вакцинация, стерилизация, передержки, отлов. В 2014 году общественный фонд «Право на жизнь» зарегистрировали официально. Мы можем гордиться тем, что 2150 животных, поднятых с улиц города, уже находятся у своих владельцев. Они не пополнили улицы города. Мы можем гордиться тем, что 3200 животных простерилизовано и уже никогда не принесут ненужного городу потомства. Я поняла, что доброта – как кровь. Чем больше отдаешь, тем больше будет. У доброты – подруга есть, любовь. Дарите доброты побольше людям. Это празднование первого маленького юбилея. Пускай народу немного, зато все свои. За сухой, казалось бы, небольшой цифрой – пять лет – таится титанический труд и результат, наконец-то признанный Роспотребнадзором. На 6% в округе снизилось количество беспризорных кошек и собак. Все эти годы зоозащитники на страже нашего с вами здоровья, ведь именно они пытаются контролировать численность бездомных животных в Ангарском округе. На голом энтузиазме, с большими и добрыми сердцами они из года в год решают важные социальные для населения проблемы, вопросы безопасности в конце концов. Вот их лица, наполненные душевным волнением. У них тоже свои семьи, основная работа, увлечение, домашние дела. Я всегда думала, что чтобы заниматься благотворительностью, нужно быть каким-то особенным человеком или богатым. Но оказалось, что делать добрые дела – это очень просто. Я просто позвонила в «Право на жизнь» и сказала, что мне хочется помочь, но я не знаю, как я могу помочь. И оказалось, что очень много таких дел, которые мы можем делать и без денег. Например, часто нужна машина, чтобы отвезти, привезти что-нибудь. Обратилась бабушка, у нее нет телефона с фотоаппаратом, чтобы сфотографировать щеночков. Я ездила и сфотографировала щеночков. Вот такие простые дела может делать каждый, думаю, ангарчанин. В Советском Союзе чтили тимуровцев, ведь помогать было идеей всей жизни. Сейчас за «Спасибо» помогают редко, все преследуют выгоду. Однако у «Право на жизнь» есть друзья, которые не бросают в любой ситуации. Помогают кормом, строительными материалами, руками, необходимой техникой. Мы, как представители бизнеса города Ангарска, помогаем в ее решении. Например, мы предоставляем продукты для одного из питомников в городе. Затем, например, мы сегодня устраиваем праздник для волонтеров, проводя это мероприятие в данном банкетном зале. Ну и вообще, благие дела – это очень хорошо, она сближает людей и общество. И мы вообще призываем и предпринимателей, и всех ангарчан принять участие, приобщиться к добрым делам. Своими руками добровольцы построили уличную передержку на 45 животных. Сейчас там содержится 124-ногих. А что делать? Ведь на домашних передержках у зоозащитников порой и по несколько десятков кошек и собак. Самую главную проблему создают садоводы, которые бросают несчастных животных на дачах. Потом больные и голодные дворняги приходят в город. С 2013 года волонтеры права на жизнь добивались строительства капитального приюта для бездомных животных. Однако сейчас такое желание отпало. Ведь это станет главным шагом к развитию человеческой безрассудности. Доброта же не знает границ. Поэтому если у ангарчан будет приют, они начнут подбрасывать щенков и котят коробками. Тогда справиться и без того со сложной ситуацией станет практически невозможно. Яна Попова, Антон Бархатов, Местное время.